Эта новость не сходит с японских телеканалов. Девушка Мина Мори, 26 лет, устроилась официанткой в сетевую закусочную и через два месяца выбросилась из окна, не выдержав напряженного графика работы. Семь лет родители добивались от руководства компании признания вины и добились. 130 миллионов йен, это более миллиона долларов, основатель фирмы Ватами, а ныне депутат отправящей партии Мики Ватанабе согласился выплатить, не дожидаясь вердикта. Господин Ватанабе один из самых успешных японских бизнесменов. Для своих подчиненных он царь и бог. Именно этим людям он обязан своим успехом. Девиз его фирмы «Мы не говорим, что для нас это невозможно». Мина Мори, видимо, восприняла это слишком буквально. В течение двух месяцев она работала по 15 часов в сутки и всего 4 выходных дня. Самым сложным для родителей было доказать, что до самоубийства ее довели условия труда. Проблема не в том, что японцев заставляют много работать. Есть здесь и трудовое законодательство, по которому сотрудники вправе брать 20-дневный отпуск и профсоюзы. Но право ведь тем и отличается от обязанностей, что соблюдать его не обязательно, тем более, что в каждой японской компании все построено на поощрении безоговорочной преданности общему делу. А брать отпуск больше, чем на 5 дней в Японии вообще считается неприличным. Трудоголизм всегда был нормой в Японии. В Министерстве здравоохранения и труда специальный отдел следит за тем, чтобы эта норма не приобретала патологические формы. Официальные данные – порядка 500-600 человек ежегодно умирают в Японии от избыточного труда. Тех, для кого работа стала причиной именно добровольного ухода из жизни – около 100 человек. С помощью специальных тренингов и образовательных программ мы пытаемся добиться от работодателей понимания проблемы ментального здоровья сотрудников. Есть специальные меры по улучшению психологического климата в коллективе и выявлению работников с депрессивным синдромом, которых необходимо обеспечивать дополнительным отдыхом и медицинской помощью. Очевидный, казалось бы, выход из ситуации. Если работа несовместима с жизнью, лучше ее сменить. С японцами не работает. И это одна из причин, почему в японских фирмах мало иностранных сотрудников. Никита Краснов несколько лет назад устроился в японскую компанию, но через год сбежал. Сейчас он сотрудник токийского отделения одного из европейских банков. У них огромное количество неписанных правил. Правил старшинства, правил внутренней иерархии, того, как они проводят вместе время на работе, вне работы. Мы работали практически без выходных. Бывало, месяцами работали без выходных. И вдруг, внезапно, опять же, по мановению волшебной палочки босса, назначался выходной. В японском языке для этого есть специальное определение. Дословно, бедствие на работе. Тот же иероглиф используется для обозначения стихийного бедствия, вроде землетрясения или цунами. Предотвратить его невозможно, поэтому остается одно – научиться с этим жить. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести. Токио. Япония. Продолжение следует.